Не сразу включается, так что пробуйте. Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Игорь Сорокин. Я представляю лабораторию Касперского. Я являюсь руководителем группы системных исследований лаборатории Касперского. И сегодня хотел бы поговорить с вами и про контроль работоспособности, и про повышение безопасности. Потому что темы оказываются связанные. И давайте посмотрим, как мы вообще можем решать эту проблему применительно к нашей операционной системе, я имею в виду Касперский ОС. Но, возможно, подходы и идеи, которые сейчас будут озвучены, и критику от которых, я надеюсь, я получу от вас, возможно, эти идеи могут быть использованы и для реализации безопасных решений в других операционных системах. Сначала давайте поговорим про работоспособность в программно-аппаратных системах. Понятно, что нас всех окружает огромное количество, скажем так, устройств, программно-аппаратных устройств, и их количество становится все больше и больше. И что вот мы хотим от этих устройств? Мы хотим, чтобы они работали. То есть возникает такое понятие, как работоспособность. И вот это понятие, оно связано с информационной безопасностью. Сейчас я дальше чуть поясню, почему. И вот все-таки, что такое работоспособность? Ну, если брать прям Википедию, то работоспособность – это состояние системы, в котором оно способно выполнять заложенные в нее функции. То есть если оно не выполняет свои функции, либо начинает выполнять какие-то паразитные функции, которые не были в нее заложены изначально, то значит, его работоспособность нарушена. И вот как раз вот эта вот вторая часть, что оно начало выполнять паразитные функции. Это, наверное, как раз и можно сказать, что связано с информационной безопасностью. Потому что, понятное дело, что любому мейлваре, который атаковал систему, что ему нужно? Ему нужно получить от этой атаки какую-то выгоду. А для того, чтобы ему получить какую-то выгоду, ему нужно начинать выполнять какую-то работу, какие-то действия, которые разработчики приложения, куда ему удалось внедриться, не закладывали в него. Давайте посмотрим, как поддержание работоспособности, в том числе и с точки зрения информационной безопасности, обеспечивается в современных системах. Есть, конечно, классические наложенные средства, антивирусы, intrusion detection system, intrusion prevention system, которые помогают системам находиться в этом работоспособном состоянии, не позволяя случиться успешным атакам на эти системы. Но все-таки мы приверженцы того, что должна бы выдерживаться концепция secure by design. И обычно, сейчас уже в современных системах, везде используется такой принцип, что если у нас есть какая-то система, она взаимодействует с внешним миром, и внутри этой системы у нас, понятное дело, есть субъекты и объекты. Предположим, что субъект — это процесс, объект — это какой-то файл. И как происходит взаимодействие. Ну, классический субъект при попытке обращения к какому-то объекту, он запрашивает разрешение на доступ к этому объекту, и это разрешение либо получает, либо не получает. Разрешения эти предоставляются определенными правилами, политиками безопасности под управлением сервера безопасности. Это вот в целом такая концепция. Значит, ну, в принципе, точно так же, я думаю, что этой концепции соответствует, например, SE Linux, где есть LSM, где есть Policy Informant Server, где есть политики, опять же, SE Linux политики, которые, в общем-то, это вот выдерживают. Такие же, в принципе, на таком же принципе, именно с точки зрения использования политик безопасности, базируются и Касперский УЕС. То есть, ну, у Касперский УЕС есть свои особенности. Ну, во-первых, как уже говорили ранее, это микроядерная операционная система. Взаимодействие между процессами осуществляется только по IPC-каналам, причем эти IPC-каналы, они типизированные, это бизнес-ориентированные интерфейсы, в отличие, например, от того же SE Linux. Контроль IPC взаимодействий осуществляется с помощью политик безопасности, и за политиками безопасности следит у нас Касперский Security System, куда загружаются политики безопасности. И при каждом взаимодействии, например, межпроцессном взаимодействии, проходит IPC-вызов, и Касперский Security System либо разрешает, либо запрещает это взаимодействие, в зависимости от того, в каком состоянии находится система, в каком состоянии находятся процессы, что это идет за взаимодействием между ними. То есть политики могут быть очень сложными, развесистыми, они как раз разрабатываются в соответствии с теми целями безопасности, которые мы предъявляем к этому решению. Ну и следует отметить также, это тут как раз принципиальный момент, что и взаимодействие процесса с ядром тоже осуществляется через IPC-каналы. То есть что это за взаимодействие с ядром? Ну, например, такие операции, как создай поток, выдели мне память, запусти процесс. Это все операции, которые находятся под управлением ядра, и процесс точно так же, как и при взаимодействии с другим процессом, обращается к ядру по этим IPC-каналам. И эти IPC-каналы, они четко описаны. Значит, давайте теперь посмотрим, в общем, опять же возвращаясь к работоспособности процесса, как мы можем поставить задачу. Предположим, что у нас есть наша система на базе Cosmic QS, и у нас при взаимодействии с внешним миром, например, у нас есть веб-сервер, то есть устройство какое-то, где есть веб-сервер, устройство это достаточно легко обнаруживаемое, веб-сервер штука большая, сложная, ну и понятно, что она доверенной быть не может, она может потенциально быть атакована. Предположим, что такая атака на этот процесс проходит. Что у нас происходит? Веб-сервер начинает выполнять какую-то вредоносную работу. Например, пытается там, не знаю, скачать сертификаты и куда-то их отправить. Безусловно, Касперский секьюрити-систем, если политика, конечно, написана правильно, он ему заблокирует такие вызовы. Но вредоносный код, который был внедрен, например, в веб-сервер, он же продолжает работать? Как минимум, он продолжает потреблять ресурсы, большинственные ресурсы системы. Но это, как сказать, в минимальном случае, это в самом оптимистичном сценарии. Но и он может быть, например, нарушить доступность системы. То есть вот эти три гугольных принципа информационной безопасности. И вот один из них – доступность. Он, например, а это для нас, например, критически важная вещь. Он, например, мне нарушает доступность системы. Он превращает веб-сервер в какой-то паразитный процесс, который больше, например, на запросы, которые приходят извне к нему, для управления с этим устройством, или даже хотя бы для того, чтобы собрать логи состояния этой системы. Но он уже веб-сервер эту информацию пользователю не управляет. И вот теперь возникает такая задача. То есть, с одной стороны, мы, конечно, заблокировали эту атаку. Дальше она у нас не пошла. Но с другой стороны, работоспособность системы нарушена. То есть у нас появился паразитный процесс, паразитные какие-то функции, которые начинают выполнять какие-то паразитные функции. И вот возникает задача. А как мы можем вообще поймать этот момент без, опять же, наложенных средств? Поймать как-то, может быть, даже средства операционной системы, или разработать какие-то алгоритмы, которые позволят нам сказать, что действительно началась работа у этого процесса, которая отличается от тех функций, которые были в него заложены. Ну, здесь сразу я, наверное, перейду к графу потока управления. То есть, я думаю, все про него слышали. То есть, что такое граф потока управления? Это множество всех возможных путей исполнения программы, представленных в графе. То есть, по существу граф потока управления, с точки зрения функционирования процесса, он является моделью этого процесса. Граф потока управления представляет из себя блоки с линейным кодом, и переходы между этими, то есть, узлами этого графа являются блоки, а переходы между ними определяют возможные пути развития программы. Если в блоке есть обращение, то есть, граф потока управления строится, конечно, на каждую функцию. Вот как он строится дальше, мы поговорим. И понятное дело, что если в этом блоке есть обращение, есть какой-то вызов к другой какой-то функции, то, собственно говоря, этот вызов есть в виде, например, того же оператора call, где однозначно идентифицировано, куда там идет переход. Я не буду останавливаться на теории графов потока управления, на теории CFG. Понятно, что там есть функции без возврата, есть много тонкостей, нюансов. Но для общего понимания, для того, чтобы просто идею свою презентовать, я думаю, этого достаточно. Теперь давайте посмотрим. Значит, у нас в Касперске ОС есть два процесса. Например, процесс АПП и процесс ВФС. Значит, по каналам IPC он у нас пытается обратиться к… Ну, у нас, например, процесс АПП пытается обратиться к процессу ВФС. Ну, например, чтобы файл открыть или чтобы открыть сетевое соединение. В этом случае, то есть, как я уже сказал, все IPC процессы у нас описаны заранее, то есть они нам заранее известны. Это означает, что если мы получили граф потока управления вот таким приложением, то мы можем обработать его таким образом, преобразовать его можем таким образом, чтобы в графе потоки управления у нас уже были нелинейные блоки, потому что нас они не интересуют. А в этом графе потока управления остались только узлы, в которых происходит обращение к IPC, то есть вызовы к IPC методам, вызовы определенных интерфейсов. Преобразование это делается достаточно легко. У нас тулы такие написаны. В результате чего мы получаем вот такой вот граф. Вот он тут с правой стороны нарисован. Опять же я скажу, что каждый узел этого графа – это IPC вызов, определенный IPC вызов. Ну а переходы между ними, они опять же так же сохраняются. Они просто показывают, как может развиваться поток управления в программе. Значит, если мы получаем вот такие вот данные, вот такую вот модель, то значит мы уже можем сформировать два вердикта. То есть первый вердикт, который у нас был, это вердикт от KSS, Касперский Security System, который разрешает или запрещает то или иное IPC взаимодействие. А второй вердикт – это вот мы его назвали Касперский Control Flow Monitor, который говорит нам о том, что контролируемый процесс, вернее скажем так, процесс, который мы мониторим, процесс, за которым мы наблюдаем, находится в работоспособном состоянии или не находится в работоспособном состоянии. Значит, осуществляется это следующим образом. То есть когда процесс обращается к ядру или к другому процессу через IPC канал, Касперский Security System, это встроено в систему, предоставляет Касперский Control Flow Monitor событие. Это событие включает в себя информацию о том, о источнике, о приемнике, о интерфейсе и о методе данного интерфейса. Значит, и сейчас вот получается, что с одной стороны у нас есть поток событий, с другой стороны у нас есть модель, вот о которой я сказал, у нас есть Control Flow Graph, который состоит из одних только IPC вызов и переходов между ними. И возникает такая идея, что если я наблюдаю эти события и имею эту модель, то я могу двигаться по этому графу, по этой модели в зависимости от того, как ко мне приходят эти события. И могу понимать, идет ли тот поток событий, который приходит ко мне в Control Flow Monitor, соответствует ли он той модели, которую я получил, или не соответствует. Если не соответствует, тогда значит, что вердикт отрицательный, значит, процесс, за которым я наблюдаю, он перестал работать так, как это описано в модели. Давайте посмотрим, как такой вердикт может быть вычлен. Ну, конечно, здесь достаточно, скажем так, тривиальные случаи будут описаны, потому что все чуть сложнее, чем вот сейчас на слайдах идет, но мне опять хотелось поделиться с вами только идеей. Значит, итак, у нас есть определенная последовательность событий. Вот, например, сейчас эта последовательность у меня состоит из одного события, и это событие, это, например, вызов интерфейса IPC с методом 1. Ну, предположим, что у нас всего один IPC интерфейс, и там есть методы 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И вот у нас это событие, нам говорят, что идет IPC вызов, и IPC интерфейс такой с методом 1. Что я делаю? Я завожу указатель, и когда получаю… То есть сначала у меня указатель никуда не указывает, он у меня указывает на начало графа. Когда я получаю первое событие, я смотрю, могу ли я попасть в модель с приходом этого первого события. Ага, могу. И устанавливаю этот указатель на первый узел графа. Затем приходит второе событие. IPC 3. То есть опять это тот же самый IPC, но уже метод номер 3. Я смотрю, что у меня получается. Ага, у меня в соответствии с моделей, я опять могу сдвинуть свой указатель в этой модели на узел номер 3, потому что я вот его получил. Я сдвигаю этот узел. Затем получаю следующее событие, номер 4. Опять смотрю, да, могу сдвинуться. Сдвигаю этот указатель на узел номер 4. А теперь вдруг, неожиданно совершенно, ко мне приходит событие, которое мне говорит, что после узла 4 я опять должен выполнить узел… Опять произошла попытка обращения к интерфейсу IPC с методом номер 1. Я смотрю по модели, смотрю, куда у меня установлен указатель, и вижу, что нет, я дальше… Что такой путь от узла номер 4 к узлу номер 1 невозможен. Значит, в этом случае я блокирую такое приложение. Я в конспирский контрфлоу монитор, не я, понятное дело, конечно, конспирский контрфлоу монитор формирует отрицательный вердикт, и дальше уже сама система в соответствии с ее бизнес-правилами, она уже принимает решение, что делать с этим процессом. Перезагружать его, только процесс, перезагружать само решение, либо выполнять какой-то graceful degradation, который оставит эту систему сейчас пока временно в работоспособном состоянии, для того, чтобы как-то с ней можно было еще пока взаимодействовать, а потом уже, например, перезагрузить опять же ее и привести ее опять снова в работоспособное состояние. Но это уже за пределами ответственности контрфлоу монитора, потому что все, что мы хотим от контрфлоу монитора, мы пока хотим от него только одного, чтобы он нам сказал, работает этот процесс, так как это предусмотрено моделью или не работает. Давайте теперь посмотрим, что нам нужно для того, чтобы получить такую модель. На самом деле, для того, чтобы получить контрфлоу граф, все очень просто, нам нужен компилятор, и, например, если GCC нам автоматически формирует контрфлоу граф, ну и кланк автоматически формирует контрфлоу граф, я говорю про приложения, которые написаны на языке C++, LVM и компиляторы, они, в общем-то, тут кланк — это семейство, вернее, LVM — это семейство, и понятное дело, что в целом, опираясь на байт-код, я с помощью своих тулов, у нас-то опять же такие тулы написаны, они вот называются KCFM-тул, могу сформировать контрфлоу граф для всех функций, которые у меня есть в исходном коде. Итак, значит, последовательность флоу получения модели, он довольно простой, то есть я беру свое приложение, с помощью системы сборки начинаю ее собирать, в процессе системы сборки у меня формируются объектные файлы, которые потом компоновщиком LD или LLD превращаются у меня в бинарный файл, в эльф, там что угодно, в бинарный исполняемый файл. А кроме этого у меня либо GCC, либо кланком формируется либо прямо вот контрфлоу граф, либо у меня формируется байт-код, который потом обрабатывается соответствующими инструментами, и в конце формируется у меня вот такая вот модель. На что тут нужно обратить внимание? То есть первое, значит, KCFM-тул, он должен знать состав IPC-интерфейсов, потому что он же получил контрфлоу граф всего решения, всех исходников. То есть у него там очень много информации, у него вот эти вот блоки с линейным кодом, где есть операции, которые, собственно говоря, ему не интересуют. Ему надо из этого контрфлоу графа сделать свое собственное представление, оставив в нем только IPC-методы, которые вот его интересуют. Сейчас пять минут. Спасибо. Значит, это первое. Ну и второе. Понятно, что для того, чтобы получить такую модель, нам нужно иметь исходные коды всего, так сказать, исходные коды всего, из чего будет состоять это предложение. Ну, для нас, для KCFM-QS это не проблема, потому что, ну, понятное дело, там вот структура приложения, она какая у нас? У нас есть исходные коды, да, у нас есть какие-то библиотеки, у нас есть липси, который там нам позикс интерфейса предоставляет, ну и у нас есть липкос, наша библиотека, которая как раз и предоставляет косапи, то есть каким образом наши приложения взаимодействуют по определенным IPC-каналам друг с другом, либо с ядром. Ну и так, в результате, значит, вот этой идеи, я могу сказать только, что это уже не идея, у нас есть уже работающие образцы, которые вот работают на базовом, на этом принципе. У нас получилось, что мы можем определить нарушение работоспособности приложения, повысить общую безопасность системы, причем все это мы делаем в рантайм, и при этом нам не нужны наложенные средства защиты, у нас не происходит инструментирования исходного кода приложения, то есть, например, там, ну вы знаете, да, то есть динамические анализаторы, они инструментируют код, ну и тут мы могли бы проинструментировать, да, но инструментирование не нужно. Наши разработчики, например, однозначно сказали, что нет, инструментировать ничего нельзя, потому что то вмешательство в исходный код, который будет, ну мы не знаем, что это будет за вмешательство, как оно будет влиять на перформанс, общий перформанс этого приложения, не будет ли там каких-либо, опять же, уязвимостей, поэтому мы без инструментирования это получаем. Замедления выполнения кода приложения у нас, соответственно, нет, да, и модель у нас формируется в процессе сборки, как бы, и потом дальше уже используется в Касперский контурфлоу-монитор. По поводу формирования модели могу только сказать, что на самом деле это сейчас, на сегодняшний день, не быстрый процесс, поэтому, допустим, наши приложения формируют свою модель не на этапе разработки, а на этапе, когда они уже готовы или предготовы к выпуску, например, когда идет код фриз, да, вот тогда запускается этот процесс, формируется эта модель приложения, потому что, ну, подразумевается, что как бы больше каких-то либо больших изменений в исходный код вноситься не будет. Вот опять же, если мы нашли какие-то баги, опять у нас есть все исходные коды, опять мы запускаем процесс формирования модели и получаем модель приложения, которую потом мы сможем проанализировать с помощью Касперского контурфлоу-монитора. Ну, в общем-то, вот все. Спасибо за внимание, буду рад вашей критике. Да, спасибо за доклад. Вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос такой, вы там строите, вы сказали, что строите контурфлоу-графт, нет ли каких-то проблем с тем, чтобы он был полный, точный, например, что вы делаете, если у вас функция вызывается по указателю? Простите, как функция называется? Ну, по указателю. А, да, да. Смотрите, да, на самом деле, конечно, это была только презентация идеи, и проблем много. Да, одна из этих проблем – это вот косвенные вызовы. Косвенные вызовы, которые могут быть запрятаны в структуры, они там, в свою очередь, свои другие структуры и тому подобное. В этом случае у нас вот есть CFM-тул, у нас есть алгоритмы, которые позволяют проанализировать, ну, скажем так, есть определенные правила, которые позволяют понять, какая же именно функция будет вызвана по такому вот указателю. То есть мы начинаем… Вот почему и формирование модели – это процесс достаточно долгий. Потому что нам нужно понять, чем этот указатель был проинициализирован, куда он был записан, в какую структуру, например, потом чем была проинициализирована структура и так далее. Как этот указатель, например, был переинициализирован и так далее и тому подобное. Но задачу с косвенным вызовом мы решаем. Мы решали ее. Будьте добры, пару вопросов. Ну, по поводу работоспособности. Вот вы сказали, что замедления выполнения кода нет. Ну, несколько непонятно. Вы встраиваете целый монитор в среду выполнения. При каждом IPC вызове он начинает работать. Если бы его не было, код бы работал быстрее. То есть вот первый вопрос. Так, отвечу, да? Так, я хотел вернуться к слайдам. Ну, я попробую отвечать, да. Смотрите, дело в том... Ага, спасибо. Дело в том, что... Я вот сейчас... Да, вот к этим даже. Да. Да, вот к этому, да. Дело в том, что вот эта стрелка, где event IT от KSS к CFM, это на самом деле очередь. То есть мы в реальности не определяем контроль, не производим контроль работоспособности, ну, скажем так, вот в режиме реального времени. То есть, безусловно, приложение и вообще вся система, она работает гораздо быстрее, чем мы, ну, вот... То есть она может отработать, выполнить свою функцию, прежде чем обнаружить, что это было неправильно. Все правильно. Здесь за нас... Работу по блокированию этой функции за нас делает KSS. Наша задача определить... То есть KSS может выдать свой вердикт, и, например, когда атаки на приложение нет. Это вполне себе легальная ситуация. То есть, например, какой может быть USKIS? У меня есть мобильный телефон, я в нем... Я захожу в какую-то зону, где мне нужно закрыть мобильную связь. Вот это может быть закрыта политикой безопасности. И в этом случае, когда мое приложение пойдет за мобильной связью, оно получит отрицательный вердикт, то есть здесь никаких нарушений нет, никакой атаки не пошло. И за этим следит KSS. Наша задача увидеть, что поток событий, который идет от KSS к CFM, не соответствует модели. И мы в целом можем это делать с задержкой. То есть это пока нам допускается. Понятно. Предыдущий слайд еще, пожалуйста. Вот что делать с работоспособностью, когда мы пройдем по номерам 2, 4N, 2, 4N, 2, 4N, 2, 4N до бесконечности. Все разрешено? Да. Все так, все и будет работать. То есть вот этот указатель, который я там показал дальше, он так и будет бегать по этим узлам, пока все разрешено. Но как только, например, у меня от 4, от узла номер 4, появится, после узла, когда я нахожусь в узле номер 4, появится событие перехода в узел номер 6, вот здесь уже KCFM монитор скажет, произошло нарушение работоспособности, потому что через узел 5 я не прошел. Ну вы понимаете, что вот это зацикливание, оно может быть в результате ошибки, какого-то внешнего воздействия вредоносного. То есть работоспособность, доступность этого приложения будет быть нарушена за счет его зацикливания. Да, я понял вас. То есть имеется в виду, что такой юзкейс, что произошла атака, Malware не хочет выполнять какую-то свою, скажем так, функцию для работы с... Ну то есть он просто хочет нарушить работоспособность за счет этого. Да, здесь это не будет обнаружено. То есть если он просто зациклит это все, мы это не обнаружим, да. Это правда. Ну потому что это штатная работа программы, программа так работает. Ну, да, здесь ничего мы не сделаем. Это правда, что не все юзкейсы мы можем обнаружить, да. Здесь как бы комплексная подразумевается защита. Опять же я сказал, наложенные средства, они крайне нежелательны у нас, поэтому такой юзкейс. Спасибо за доклад. Можно вопрос? Конечно. На предпоследнем слайде у вас там схема появления эльф-файлов и формирования модели. Вот на данном этапе вы уже думали, как сранить модель? Вы будете ее внедрять в эльф-файл или какую-то структуру, придумаете хранение? Да, смотрите, сейчас пока это прототип. Мы сейчас прорабатываем варианты пока внутри лаборатории. Когда это дойдет уже до реального образца, мы будем посмотрим. Надо собрать фидбэки с разработчиками. На сегодняшний день модель – это отдельный файл. Они идут вместе. То есть идет эльф и идет к нему вот этот файл с моделью. И в системе они разворачиваются, ну скажем так, одовременно. То есть эльф помещается по своим путям, а модель уходит в защищенное хранилище, из которого кcfm ее может достать. Потому что если модель не будет защищена, то ее также точно могут подменить или изменить, как и сертификатами это происходит со всем остальным. Но это просто набор данных, которые также уходят в хранилище. Запустится. Запустится, но кcfm монитор скажет исполняющему модулю системы, что он увидел, что запустился контролируемый процесс, а модели для него нет. И дальше уже исполняемый модуль системы будет, опять же, принимать решение. В зависимости от того, что это за приложение, можно его восстанавливать, нельзя. Может быть, опять же, грейсфл деградейшн провести и так далее и тому подобное. Здравствуйте, спасибо за внимание. Антон Бондарев. Все-таки возвращаясь к замедлению, даже передача в кcfm требует какое-то уменьшение производительности. В любом случае пишите, у нас произошло такое-то событие. Да, кто-то там потом сделает. Во-первых, он тоже затратит на это время, то есть снижение общее произойдет. И во-вторых, в этот момент вам все равно нужны какие-то данные куда-то переработать. Может быть, не такая большая, как принять решение сразу. И второй вопрос. Вы написали на слайде, что вам не требуется антивирус. А вам не кажется, что вы просто внедрили антивирус? Да, нам так тоже говорят в лаборатории. Нам так же говорят в лаборатории. На самом деле, да. Я начну со второго вопроса. Современные антивирусы используют под похожие техники. Теперь первый вопрос. Здесь скорее нужно говорить не о снижении производительности, а о том, что к cfm-монитору нужны дополнительные вычислительные ресурсы. Например, если у меня есть многоядерная система, то я могу, например, забрать просто себе под монетру одну ядру системы и все остальное у меня будет работать с такой же производительностью, а я уже на этом ядре буду потихонечку ходить по этим графам. Это не такая, кстати, с алгоритмической точки зрения простая задача. Ходить по этим графам и принимать решение. То есть здесь скорее нужно говорить о том, что безопасность бесплатной не бывает и для нее нужны вычислительные ресурсы. Да, у меня вопрос. Раскрунев Артем. Вопрос такой, я там услышал ужасное. В принципе, Антон уже об этом сказал. Я чуть дополню вопрос, просто чтобы его развернуть. Что вашей системе не нужен антивирус Касперского. Как же так? Ведь многие технологические те же получения сертификатов требуют, чтобы в операционной системе был таки установлен антивирус. А вы как-то предложите операционную систему, потом скажете, что там не нужен антивирус. Как вы пройдете все эти сертификаты и, может быть, вы все-таки встанете на сторону других разработчиков отечественных систем и сами придете и скажете этим сертификатам, что не во все системы нужно все-таки антивирус устанавливать. Я понял. В ринокте он чаще всего не нужен, как говорили очень многие докладчики. Встанете на нашу сторону? Конечно, конечно. Встанем, безусловно. Но здесь смотрите. Дело в том, что Касперский ОС на сегодняшний день, это даже вот если посмотреть линейку продуктов, то только, наверное, вот мобильный телефон, который, возможно, скоро выйдет, это средства, где, да, действительно, наверное, нужен антивирус. Другие продукты – это больше системы автономные, у которых не так много ресурсов на борту, которые должны работать там 24 на 7, без уменьшательства человека. И здесь вот как раз особенно для них и Касперский ОС является важным, потому что он позволяет достичь требуемого уровня безопасности без наложных средств защиты. Вот за счет этих вещей. То есть это… Просто вы торгуете щитом и мечом одновременно. И вот люди говорят, вы тебе определитесь. Все-таки давайте вот или вы щит, или меч, или вот как-то вот это. То есть, например, перестаньте нас душить то, чтобы на Linux обязательно ставился антивирус, который будет тащить с собой гигабайты, ворошить эти всякие виндовые файлы, тормозить, выпадать, забивать корой и создавать работу для системных администраторов, да, так сказать, из MOSRU там вот. Не надо так. Окей. Спасибо большое за доклад. Я, возможно, не до конца уловил, сейчас вот в некоторой финальной интерпретации вашей исследовательской работы будет выглядеть синтез моделей. То есть, насколько вы представляете возможным автоматизировать извлечение, например, информации поведения эльфа и, соответственно, минимизировать там тем или иным образом влияние человека, там, человеческой ошибки. То есть, во-первых, проверять корректность этих моделей, определять уровень детализации, собственно, который необходим для того, чтобы проверить те или иные свойства безопасности, ну, и так далее, так далее, так далее. Потому что накладные расходы замечательные, но вопрос, что вы этим достигнете, потому что вам уже правильно сказали, что модель на control flow graph, она является недостаточной для того, чтобы выявить, например, зацикливание системы в рамках нормального функционирования. Ну и главное вообще, откуда она взялась, эта модель? Потому что там миллион есть всяких моделей для анализа, там структуры крепкие, темпоральные, например, с которыми можно хоть что-то делать. Там, безусловно, там задача в полном смысле неразрешимая, алгоритмы большинство лежат в классе Payspace, там переборные, дичайшие, и про это люди уже бьются. И тут вот такие, а мы вот тут, знаете, граф нарисуем. Он такой красивый выглядит, действительно, пока циклы не начинаешь смотреть, и вот это все, так он такой ровненький, там, все понятно. То есть вы ее сами придумали, или вы все-таки там бэкграунд есть и смотрели, что в мире происходит? Потому что по большому счету, видите, она что-то дает, но почти ничего, но при этом тормозит. И вот, как обычно в русской операционной системе опять завелась какая-то КПСС, которая за что-то штрафует, как всегда там, не по теме, как всегда. Ядро требует поделиться, ну вот как обычно. Понятно. Смотрите, ну здесь я думаю, что всех сбил, наверное, этот термин модель, который я употребил. То есть эта модель к, скажем так, трудам, ну с трудами классиков, она, наверное, не соотносится. Модель — это просто термин, у которым я пытаюсь… Вы сами это избрели или что-то читали у классиков? Это автоматная модель. Это просто автомат, да. Обычный конечный автомат, ДЭПа и все оттуда. Это конечный автомат. Очень примитивно, очень-очень. Да, да, это так и есть. Это конечный автомат, который описывается вот графом, который специальным образом обработан. Вот, собственно говоря, и все. Такие штуки можно просто получить, не знаю, там гонять тесты с трейсами, снять последовательность того, куда вы что придете, и такие же графы вы можете нарисовать, и примерно то же самое можете получить. Это сложно. То есть, когда вы получаете это из, скажем так, путем пентестинга, например, ну, никто не, пентестинг не гарантирует, что все ветки программы вы сумели обойти. Понятно, понятно, миллион таких алгоритмов есть там для файзеров, для всяких этих. Когда получается очень ограниченная модель, которая мало что дает, а теперь она еще, получив эту модель, начинает там по рукам бить. Скорее всего, будет нужное срабатывание. Я бы, вот знаете, не сел бы в самолет, управляемый Каспер Слёс, я бы лучше на М-боксе полетел. Дрожал бы, конечно, но полетел бы. С парашютом двумя, но полетел бы. Хорошо, я ценю ваше мнение. Коллеги, еще один вопрос давайте тогда, да? Если вы автоматически строите модель, то у вас, например, могут быть вещи, которые защитный код, например. Защитный код, он по определению при достижении является некорректным функционированием системы. Но он нужен для того, чтобы обеспечить выживаемость, например, летательного аппарата. Если вы синтезируете автоматную модель автоматически, то вы по факту получаете как бы, ну, garbage in, garbage out, который, ну, возможно, как-то хорош, но… Я не очень пока пойму вопрос. Вот смотрите, вы правильно сказали. То есть на самом деле это конечный автомат. Переходы между этими конечными автоматами – это обращение процесса к ядру или к другому процессу, которые нам точно известны, эти состояния нам понятны, и вот у нас идет этот переход. Теперь, ну, теория, конечно… Почему вы считаете, что этот переход разрешен? Мы его увидели из исходного кода программы. Это, возможно, защитный код. Возможно, но, тем не менее… Так он запрещен. В смысле? Он запрещен при нормальном функционировании системы. Ну, он возможен. Мы в куларах тогда поговорим. Хорошо. Да, давайте переходим к следующему рассказу. Единственное, что я могу прокомментировать, может быть, я так понимаю, что вы верифицируете придуманный, ну, как бы, сгенерированный автомат в рантайме по отношению к исполнению программы. Да. И мне кажется, вам коллеги хотят сказать, что если он заранее был, как бы, известен, то он, как бы, либо очевидно будет выполняться, либо какой-то его выход – это какая-то, наверное, несоответствующая, как бы… Потому что планировали выполнение программы. Это подмененная программа. Может быть, вы это хотите поймать? Не-не-не, смотрите, там буквально пару фраз. Значит, все очень просто. У нас есть исходный код программы. Этот исходный код программы написал разработчик. Этот исходный код программы обеспечивает логику программы. Какая бы она ни была, защищенная, незащищенная, это логика программы. Переходы там возможны. Мы исходим из идеи того, что если произошла атака Malware, этому Malware нужно выполнить свои какие-то функции. Что-то отправить… Что вы называете атакой? Потому что пока единственное, что эта модель, если она по коду построена, единственное, что она увидит, что выполняется не так, это когда она сама неправильно себя построила. Нет. Она не может построить себя неправильно. Вот эта тема для дискуссии, да? Скрытие показало, что больной умер в результате скрытия. Не-не-не-не. Или что вы называете атакой? Ну, вот мы все говорим про буфер оверфлоу, да? Например, у меня есть система аутентификации. Аутентификация подразумевает, что для того, чтобы мне аутентификацию завершить, мне нужно пройти вот по таким-то веткам программы. И тут вдруг атака, произведенная атака, она одну из этих веток выключила. То есть атака происходит, когда у вас, условно говоря, программа изменилась. Не сработал, там стэк переполнился, еще что-то. Да, загрузился не тадо и лей. Нет, такой касперский в основном не надо, да. Нет, смотрите, загрузился не тадо и лей. Коллеги, я тоже хочу с вами вступить в диалог. Я предлагаю, наверное, перерешать это в кулары. А Миша хочет подвести итог, но я не знаю. Нет-нет, Миша, не надо подвести итог, я знаю, как это работает. Тогда все, поаплодируем, а то вот... Стояла, стояла. У меня вопрос в этом... Извините, наш телеколектор, пожалуйста. Посмотрите, последний слайд. Давайте, последний слайд. Последний слайд. И вот на этом последнем слайде, самый последний. Значит, когда вы проводите вот эти все... Последний. Вот, даже этот нужен. Здесь нужно сказать о том, когда вы соединяете или связываете, или собираете. У вас написано сбор кокос. И когда вы собираете, то данные, которыми обмениваются собираемые модули, могут не совпадать. Могут быть разного типа. А эти данные могут быть записаны в Пеле, в Фортране, в Коболе, в Рубе, в других языках. И тогда, когда они переводятся, они должны иметь обратное преобразование этих типов данных. Благодаря тому, что есть понятие интерфейса, через который это все делается. Этот вариант преобразования типов данных и все прочее. В экспериментальном варианте OS Linux, который я сделала, все сделано и представлены. Патент дан за эту работу, за преобразование типов данных. И эти типы данных всегда должны преобразовываться, передаваться, проверяться. И после того, как по графу мы прошли и связали эти элементы. Если у вас этого не делается, то программа будет неправильной. Хорошо, я вас понял. Посмотрим. У меня есть патент. Я вам могу его дать. Хорошо, спасибо. Спасибо.